приветствую вас друзья в этом видео поговорим с вами про танки 11 уровня два раза уже с момента прошлого видео обновилась информация на таймере до релиза 11 левела там время от времени подкидывают новое что-нибудь в плане информации про эти самые танки 11 уровня так вот сначала добавили информацию о том что танки 11 уровня будут обладать боевыми умениями и на картинке у нас метеориты падают один из которых похож на голову медведя 2 на голову дракона 3 на голову орла сразу начали там приколы какие-то вбрасывать игроки в комментариях по типу что там скиллы будут как будто бы в каких-нибудь ммор по этом всякие фаерболы лечение там все остальное короче там всякая муть кто на что а раз все подряд я так посидел подумал что наверное эти умения будут более-менее не то что прям реалистичные или историчные но менее фантастические тоже я подумал о том что был экипаж 20 там были какие-то новые перки они в релиз так чет куда-то не дошли я открыл старые новости посмотрел на что там были похожи перки и подумал что вот оттуда некоторые умения можно сюда запихнуть поскольку если она там частично уже готова то чего добру пропадать я взял некоторые перки из экипажа 20 взял засунул сюда и у меня получилось что-то по типу там защита от оглушения увеличение перезарядки если соперники нарастание 50 метров и ближе улучшение там стабилизации улучшение точности увеличение перезарядки если союзники рядом в общем что-то типа такого также я еще подумал так ну вот допустим по одному перку я распределил допустим китайская нация это дракона им защита от оглушения там драконы чешуя вся фигня потом советская нация там два танка будет 11 уровня у них там медведь допустим ну я так сам по своим ощущениям распределил кому что китайцам дракон советским танкам медведь который допустим улучшает перезарядку когда соперники близко ну и американцам орел который там допустим улучшает стабилизацию точность при каких-то там обстоятельствах не суть важно вот все это я распределил и подумал а почему по одному перку допустим или по одному умению я распределяю а может быть их будет 2 одно защитное одно атакующие допустим у дракона защита от оглушения и улучшение перезарядки когда союзники близко у советских танчиков с медведем улучшение перезарядки когда враги близко и что-нибудь там на хп что ли или тоже какой-нибудь защитная не знаю тут я не додумал немного ну и у орла там можно что-то по типу орудия с охлаждением улучшение точности стабилизации там обзоров и так далее в общем что-то в этом роде я понадумал себе там в перках 20 есть что по выбирать короче примерно вот такие перки я себе представлял и вот что в итоге получилось информацию нас обновилась 21 06 следующий раз она будет обновляться 25 06 и вот у нас получается что у драконов верный выстрел улучшение всей стабилизации танка при движении поворотах ходовой вращение башни и после выстрела уничтожение противника ускоряет перезарядку орудия до тех пор пока действует умение то есть тут одно умение вспомогательное там на стабилизацию и одно на урон улучшение перезарядки когда мы кого-то добиваем это у нас видимо китайский тяжелый танк будет 11 уровня с драконами вот с таким умением также еще тут внизу надпись добавили в разработке остальное надписи не было в разработке тут они видимо прям на ходу еще додумывают следующее у нас на картинке тут медведь лапой разрезает металл прям искры все дела на пролом называется увеличение мощности двигателя скорость ремонта модулей снижение времени оглушения пока умение активно попадание по танку ускоряют перезарядку орудия то здесь везде написано внизу пока действует умение то есть мы его что будем сами нажимать она какой-то период будет работать это прям реально скилл какой-то прям реально умение я думал они больше будут как пассивки какие-то работать но увеличение мощности двигателя скорость ремонта модуля снижение времени оглушения это прям куда-то врываться на пофиг на оглушение арты пофигу все быстрее чиниться быстрее едем и когда в нас стреляют мы еще и быстрее сами заряжаемся и стреляем это прям умение для врывов это что касаемо советских видимо танчиков а вот у китайцев более аккуратный какой-то скилл нам нужно добивать врагов улучшение стабилизации и в принципе все а вот у американских тяжей 11 уровня белый огонь и тут написано снижение всей стабилизации танка то есть не улучшение а снижение при движении поворотах ходовой вращение башней после выстрела уменьшение времени перезарядки между выстрелами в барабане ускорение перезарядки целого барабана пока действует умение ну поэтому скиллу с орлом для американского видимо танка 11 уровня можно понять что он будет барабанной но непонятно какой будет барабан с дозарядкой или обычный поскольку написано перезарядка полного барабана и перезарядка между выстрелами если мы это умение активируем каким-то образом то нужно чтобы она работала и во время перезарядки чтобы весь барабан перезаряжать быстрее и когда мы раздаем барабан чтобы перезарядка между выстрелами тоже было быстрее. Но в этот момент у нас ухудшается стабилизация. То есть это что-то для врыва, для ближнего боя, чтобы быстрее зарядиться и раздать еще. А также интересно еще сможем ли мы отключать это умение. Допустим включили, чтобы быстрее перезарядиться. А когда раздаем барабан, выключаем, чтобы точнее стрелять. Если мы стреляем допустим вдаль или тяжело выцелить уяземую зону, перезарядка между выстрелами у нас обычная, но зато и точность не ухудшается со стабилизацией. А вот когда нам не важно выцеливать и вблизи мы раздаем по-быстрому, тогда можно и включить, чтобы когда между выстрелами было побыстрее. Тут вопросов больше только возникает. Какой барабан? Обычный или с дозарядкой? Можно ли скилл этот включать? Насколько? Можно ли его самому выключать, когда он нам будет только мешать стрелять вдаль? Пока мы не увидим финальный результат, в принципе, это не особо имеет смысл, поскольку можно настроить так, что оно будет и нормальное, а можно сделать так, что оно будет какое-то душное и токсичное. В общем, надо ждать, смотреть. Вот, в принципе, вот такие вот умения. В целом, выглядит даже и неплохо, но опять же, смотря на сколько оно будет настроено, поскольку на словах, с виду, там по картинкам, по каким-то непонятным, где вообще черт и что нарисовано, можно оно выдумать у себя в голове одно, а на деле получить совсем другое. Но частично я был прав, что улучшение перезарядок, возможно, не совсем так, как я себе представлял, когда близко враги или когда близко союзники, как в перках 2.0. Но в любом случае, когда мы добиваем соперников, или когда они стреляют в нас, улучшение перезарядки, защита от оглушения, кстати, тоже есть. И опять же, улучшение перезарядки, барабаны и снарядов между. Интересно, будут ли танки 11 уровня не тяжелые? Когда-нибудь потом еще какие-то другие классы техники будут? Будут ли у них скиллы такие же или будут другие? Если будут другие, то это уже будут какие-то скиллы по ролям. Грубо говоря, как у нас полевая модернизация разделена по ролям, то может быть и скиллы тоже будут разделены. В общем и целом, вот такие вот дела. Пишите свое мнение в комментариях. С вами был Варчик, радик красиво. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok